всем привет как я рад что вы снова здесь что мы обсуждаем замечательную музыку некоторые даже сейчас буду слушать наверное переслушивать я тоже все время чит слушаю это нас сближает мы с вами одной крови как сказал знаменитый писатель ну да и я как же благодарю вас за то что пишите комментарии я много из них черпаю черпаю и получаю несказанное удовольствие от их чтения ну и конечно благодарю за материальную поддержку канала это очень приятно очень 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 канал мой канал канал ты мой канал он посвящен на самом деле классическому року исключительно то есть радио хэд дифтонс динозавр джуниор и прочие-прочие классики современной музыки то есть группы которым по 40 по 30 по 50 лет в том числе deep purple например такая же классическая группа как например тот же самый радио хэд для меня в моем восприятии на самом деле ну конечно полюбила эту пластинку под названием файбл 71 года когда был еще школьник совсем я часто про это рассказываю потому что deep purple это группа моего детства конечно сейчас я слушаю достаточно редко но слушаю с большим удовольствием потому что но это прекрасные музыканты что об этом говорить что какие-то банальности замечательные аранжировки и просто просто супер 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 все все там хорошо другое дело что когда говорят о сложности какой-то сложности гитарной игры я могу на это сказать что юра каспарян например больше двадцати лет назад это было ну лет двадцать назад во всяком случае он спокойно и очень качественно играл песню highway star соло все дела и когда у нас случилось там пара-тройка электрических концертов с юрой на саундчеке когда проверяли оборудование проверяли баланс играли как раз хайвэй стар июра прекрасно справлялся с этим другое дело что гитара blackmore конечно его звук его звукоизвлечение звукоизвлечение и звук разные в общем вещи достаточно хотя они сливаются соприкасаются в единое целое звук вообще но звукоизвлечение это то что мы пальцами делаем да а звук это мы выстраиваем цепочку усилителей и обработок и всего там остального на пульте вот это конечно неповторимая штука и многие наверное из тех кто смотрели ряд роликов предыдущих а их много на самом деле в плейлистах могут подумать что я довольно скептически отношусь к blackmore ничего подобного сразу скажу ничего подобного мне дико не нравится группа rainbow просто откровенно я ее терпеть не могу и слушать ее не невыносимо но то что blackmore играл в составе deep apple это превосходно это удивительно и я кстати сегодня только зашел один музыкальный магазин и там играла пластинка джимми хендрикса первое а и experience и я услышал прямо хотя это прекрасно знал и и до нашей вот этой сегодняшней встречи с вами но я услышал просто игру blackmore один в один очередной раз поразился как blackmore просто не то что снял игру хендрикса но его манеру и и влияние его конечно колоссальная на игру blackmore колоссальная здесь же если кому интересно манера игры blackmore blackmore не blackmore а blackmore это я случайно выдвинулась у меня здесь шаги отис имеет место в числе влиятельных фигур на игру blackmore или шуги отис по разному я не знаю как произносится правильно я привык говорить шаги отис я слышал две его пластинки их мне к сожалению нет пока но я не скажу что прямо там шаги отиса он снял но то что он слушал котиса в то время я недавно вычитал как раз случайно ну там да там фанковые дела чуть ли совершенно слышны но это фанковая манера она потом продолжилась сами знаете на каких альбомах еще blackmore конечно интереснейший интереснейший человек как как музыкант ну вот странно что его потянуло в эту поп-музыку названием рейнболл ну с другой стороны кто мы такие чтобы его судить ему нравилось он хотел чтобы его песни звучали по радио он хотел стадионов больших площадок хотел популярности ну собственно говоря и получил и не наше с вами дело не мое во всяком случае этом осуждать или что-то говорит что него не прав стал играть ковно да нет вообще говно такой помню поп-музыку стал играть всякое бывает каждый человек волен распоряжаться своим талантом как ему угодно но возвращаясь к deep apple тут я получаю огромное удовольствие от его игры другое дело что эта пластинка она вызывает двоякое у меня ощущение когда я был скольником я ее обожал и считал это лучшей музыкой мира просто лучше ничего не слышал но за исключением the beatles beatles всегда у меня были на отдельной полке в сознании моем но и я солидарен в данном случае с тем за самым блэковом который считал эту пластинку провальный по музыке неинтересный пустой и вымученный какой-то в общем абсолютно ничтожный хотя есть масса других мнений например мнение слушателей покупателей пластинок которые вознесли этот альбом на вершину популярности и она стала гораздо популярнее чем in rock предыдущий по крайней мере по продажам и по местам в чатах в чартах не в чатах чартах вот и критики тоже расхвалили эту пластинку и в общем это считается просто одной из лучших одной из лучших записей deep apple того состава вот этого всем известного ну во мне борется два демона один демон из моего детства который кричит мне в уши что это супер за замечательно а второй демон наваливается него когда я начинаю переслушивать этот альбом я понимаю что может был отмары прав да действительно но спасает все то есть второго демона убивает мастерство музыкантов потому что если говорить откровенно вот на мой взгляд я говорю откровенно с вами конечно песни сами песни все песни на этом альбоме кроме страничка льву в американском издании в американском издании здесь вместо демонстай страничка до фумы кроме этой песни все остальные они настолько уступают материалу альбома in rock что даже с как-то странно сравнивать потому что in rock да можно сказать да хэй 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 тяжелый брок hard rock все дела чего там умного там один только hard нифига подобного там музыка сама за себя говорит музыка там в ней есть глубина в ней есть глубина в ней есть второй план третий план там все в она она умная in rock это умная пластинка поэтому она и осталась в веках можно сказать да помимо всех новаций помимо того что они первыми заиграли такой грандиозный тяжеленный рок хотя чертил урок много кто играл в то время уже в семидесятом году но такого не играл никто конечно так вот там песни глубокие и умные музыкально вот в чем дело а здесь они достаточно все общем легковесные и такие ну собственно говоря никакие наверное если вы не мастерство опять-таки я повторюсь музыкантом что песня файбл сама по себе заглавная про которую black он сказал что нет ничего кроме барабанов пейса и звука кондиционера но она кайфовая во-первых за счет того что это первая песня с такой скоростью сыгранная наверное в тяжелом уроке то время семьдесят первом году когда это просто отчаяние какое-то как это пришло в голову музыкантам взять и залимонить залепить такой бешеный темп во-вторых конечно игра пейса игра всех ну и игра роджера роджера гладера она так разукрашивает эту прямолинейную долбежку а это прямолинейная долбежка тут кто не согласится с этим да такая долбежка но главер так и разукрашивает я не говорю о этом соло странным в середине за как который расхваливаться критики да там находка интересная очень здорово но то что внутри куплетов играет главер это так такую ценность придает этой песне и делает ее собственно говоря если не произведением искусства то очень интересной музыкальной такой истории то есть за счет исполнительского мастерства за счет ранжировки это в общем-то пустая довольно песня она превратилась действительно в шикарную вещь тоже можно сказать и про все остальные номера на самом деле но 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 было камера опять-таки говорит что это банальщина соглашусь соглашусь очень песня музыкально ну такая так так себе но спета блестящий гиллан очень любит этот этот альбом и не мудрено потому что он спел замечательно все песни спеты шикарно с отдачей адской с драматургией может быть jesus край суперстар здесь сыграл свою роль я не знаю но драматургия потрясающим так выкладывается здесь что ух ух ты как приятно слушать не мудрено что он любит этот альбом до страничка и нофу он просто очень хорошая песня одна из лучших песен deep apple наверно того периода того состава она интересная она разнообразная она драйвовая все в ней есть вот все в ней есть все что нужно все и и солирующие куски куски инструментальные и голос и мелодия и рифы и все интересно все не банально все очень кайфово и они ее долго репетировали эту песню по моему в течение двух недель она у них была в прокате что называется в репетиционном процессе и конечно доведена до совершенства это очень здорово или он с дота которую все любят причем на мой взгляд просто идиотская какая-то штука сыгранная скучно неинтересно хорошо спета да а сыграно очень скучно сказать сыграны просто никак замечательные музыканты сели и сыграли играть там нечего в таком виде как здесь сделаны вот эти вот слайды ну да ну просто такое ощущение что от скуки просто заполнить пространство не знаю может быть я не прав кто-то конечно со мной многие не согласятся но мне кажется это абсолютно пустая вещь и кстати говоря и и гиллан говорил сам что зря включили эту песню в альбом но другое дело что группа все время гастролировала 8 месяцев же да вы знаете что записывался этот альбом кусочками между концертными выходами группы небольшими турами и материал вот то что было то что я его слепил из того что было не было времени сочинять большие новые произведения и сочинилось из того что было наработано на репетициях ну в общем и ремонт с дота ладно пусть будет да да ну интересная конечно вещь конечно да интересно и самое интересное здесь это то что играет ян пейс который создает рефрены свои барабанные свои барабанными рисунками повторяющимися при этом эти рисунки через дробь да через дробь в брейк выходят через дробь в брейк и брейк все время по-разному играется несколько раз он повторяется а потом он начинает играть его по-разному увеличивать количество нот ну в смысле ударов до смещать где-то что-то и такое ощущение джема возникает какой-то удивительное что-то придает живость и делает эту вещь интересные тоже довольно в общем конечно такой на самом деле если очистите от аранжировки от таких-то находок музыкальных внутри она сама по себе ну так ну да пусть будет что называется fools детское сознание моё было потрясено конечно и зажжено этой песни этими криками гиллана этой драматургией не побоюсь этого слова повторить в очередной раз буду и дальше потому что здесь этой самой драматургии выше крыши очень очень здорово очень интересно но материал сам музыкальный ну такой а вот нова нова анкей песня которая иногда мне кажется мучительный совершенно иногда безумно интересный но она конечно интересно это такой фанк вывернутый наизнанку вот если можно себе представить песню фанковую и вывернуть ее наизнанку совершенно вот получится нова анкей очень странная стиль такой стиль музыкального не существует в котором сыграна песня нова анкей этим она и интересна и каждый из начала кажется немного мучительно так для восприятия но в этом кайф то есть это пришло в голову вот так вот сыграть так обработать и сделать это это здорово но в целом я повторюсь что во первых ощущение детские во вторых ощущения те которые приходят от расслушивания уже взрослым ухом всех партий которые здесь сыграны сыграны очень здорово придуманы очень хорошо и все это в общем достаточно скучный музыкальный материал раскрашивает и он приходит переходит в другое качество переходит в качество хорошего крутого яркого динамичного альбома очень разнообразного хотя это разнообразие пришло само собой никто не стремился к разнообразию опять-таки вот что было то и как бы то и записано получилось разнообразно но нам с вами ведь это нравится правда вот за это я и пойду пить пока